привет это канал listen it и сегодня мы слушаем статью что такое транзакция в SQL от автора молечка которая написала эту статью на сайте hubbard.com спасибо автору за статью ссылочку на статью конечно будет как всегда в описании к этому видео ну еще некоторую информацию я добавил от себя в статье мы обсудим одну из основ работы с базами данных и SQL это транзакции что это и зачем они нужны и это прям база которую нужно знать и кстати если есть желание погрузиться в SQL поглубже то я могу посоветовать курс SQL для работы с данными и аналитики от яндекс практикума там ты сможешь прокачаться всего за полтора месяца но при этом практические задания будут доступны три месяца чтобы ты мог учиться в комфортном для тебя темпе курс подойдет для аналитиков маркетологов разработчиков да и для любого кто с нуля хочет научиться составлять SQL запросы и работать с системами управления базами данных понять подходит ли тебе курс ты сможешь пройдя небольшой тест который покажет твой уровень знания SQL также у яндекс практикум доступна бесплатная вводная часть курса из семи уроков на которой ты изучишь основы работы с SQL и сможешь самостоятельно написать первые запросы к базе данных в тренажере а по итогу прохождения ты получишь два проекта в портфолио и диплом повышение квалификации так что сканируй qr-код на экране или переходи по ссылке в описании и бесплатно проверь свои силы в SQL но мы возвращаемся к нашей статье во первых давайте сразу определимся что такое транзакция транзакция это набор операций по работе с базой данных которой объединены в одну атомарную пачку транзакционные базы данных то есть базы работающей через транзакции выполняют требования acid отдельная статья про acid у нас уже было ссылочка в описании будет так вот они выполняют эти требования acid который обеспечивает безопасность данных в том числе финансовых данных поэтому разработчики их и выбирают автор расскажет о том что такое транзакция как ее открыть и как закрыть и почему вообще это важно закрывать транзакцию и тогда при написании запросов к базе у вас будет осознанное понимание что происходит там под капотом и зачем нужен этот обязательный комит после апдейта коротком уже обсудили что такое транзакция но если копнуть суть то транзакция это архив для запросов к базе он защищает ваши данные благодаря принципу все или ничего давайте на примере представьте что вы решили послать другу 10 файликов в мессенджере какие у нас есть варианты первый это кинуть каждый файлик отдельно и второй сложить их в архив и отправить архивом вроде бы разницы особой то и нет но что если что-то пойдет не так посередине передачи оборвется соединение сервер уйдет в ребут или просто выдаст ошибку в первом случае ваш друг получит 9 файлов но не получит один на котором все сломалось а вот во втором случае он не получит ничего нет промежуточных состояний или получил все или не получил ничего весь архив мы зафейлили но зато если произошла ошибка вы снова перешлете сообщение и друг получит все файлики разом и не придется нам проверять какой из файлов мы потеряли казалось бы ну не дополучил файлик ну и чего с того а если это важные файлики например для бухгалтерии потерялся один файлик значит допустил ошибку в отчете для налоговой значит огребаешь штраф и большие проблемы не спасибо лучше файла не терять и получается что тебе нужно уточнять у правителя ты мне сколько файлов выслал 10 да а у меня только 9 давай искать какой у нас потерялся и сидите сравниваете по названиям а если файликов 100 и потеряно две штуки а у названия у них вовсе не отчет 1 отчет 2 и так далее а какая-то абракадабра из цифры букв . xml уж лучше использовать архив тогда ты или точно все получил или не получил ничего и делаешь повторную попытку отправки на самом деле найти файлик который не смог загрузиться это не такая большая проблема в реальной жизни мы просто можем переотправить конкретный файл автоматически как только получили по нему ошибку но тут встает другой вопрос а если те файлики которые мы отправили получателю не имеют никакого смысла если они не пришли все вместе вот гипотетически представим что отправляем другу мессенджер какой-нибудь мем который состоит из последовательных трех картинок и вот вторая из них не отправилась мем теряет суть досылать отдельно вторую картинку уже смысла нет вдруг уже прочитал первую третью ничего не понял шутка уже будет испорчена нам лучше либо чтобы все отправилась сразу либо все упало в ошибку и тогда мы просто переотправим пачку заново так вот транзакция это тот же архив который отправляет пачкой только для запросов принцип все или ничего или выполнены все запросы которые разработчик упаковал в одну транзакцию или не один допустим вы переводите деньги с одной карточки на другую выглядит это под капотом системы как несколько операций сначала списываем 100 рублей со счета 1 insert into transactions поля аккаунт и иммунт values аккаунт 1 минус 100 списали 100 рублей потом уже начисляем 100 рублей на счет 2 все также insert into transactions поля аккаунт и иммунт values аккаунт 2 плюс 100 принцип все или ничего тут очень помогает было бы обидно если бы деньги со счета 1 списались но на счет 2 не поступили потому что соединение оборвалось или в номере счета опечатались и система выдала ошибку но благодаря тому что мы используем транзакцию для того чтобы передать оба запроса и списания и начисления то если у нас возникла ошибка при начислении мы и оператору списания тоже отменим получается деньги снова вернуться на счет 1 они не повиснут в воздухе если говорить по-научному то транзакция это упорядоченное множество операций переводящих базу данных из одного согласованного состояния в другое согласованное состояние это состояние которое подходит под бизнес логику системы то есть у нас не остается отрицательный баланс после перевода денег номер счета не зависает в воздухе не привязаны к человеку и тому подобное давайте теперь обсудим как отправить транзакцию чтобы обратиться к базе данных сначала нужно открыть соединение с ней то есть connect connect это просто труба по которым мы посылаем запросы чтобы сгруппировать запросы в одну атомарную пачку используем транзакцию транзакцию надо во-первых открыть во-вторых выполнить все операции внутри до транзакции и конечно нужно ее закрыть как только мы закрыли транзакцию труба освободилась ее можно переиспользовать отправив следующую транзакцию то есть в рамках одного соединения нельзя отправить параллельно несколько транзакций это правда не означает что транзакции вообще не могут быть запущены параллельно у базы данных может быть открыто сразу несколько соединений одновременно то есть несколько таких труб в каждой из которых ходят транзакции но эффективнее переиспользовать текущий, потому что создание нового коннекта это тяжелая операция и довольно долгая. При настройке приложения администратор указывает, сколько максимально открытых соединений с базой может быть в один момент времени. Это называется пул соединений, то есть в нашей аналогии количество свободных труб. Разработчик берет соединение из пула и отправляет по нему транзакцию. Как только транзакция закрывается, неважно успешно она прошла или откатилась, соединение возвращается в пул и его может переиспользовать следующая бизнес-операция. Вообще, на параллельную работу транзакций в разных коннектах к одной базе влияют уровни изоляции. Пока туда не забегаем, это довольно интересная тема и очень важная. Если интересно, пиши в комментариях, запишем следующее видео про это. Как же можно открыть транзакцию? В Oracle транзакция открывается сама, по факту первой изменяющей операции. А в MySQL нужно явно писать Start Transaction. В PostgreSQL тоже, но там можно написать еще Begin. В общем, в разных СУБД подход хоть и похож, но иногда отличается. А как можно закрыть транзакцию? Тут есть два варианта. Первый – Commit, то есть мы подтверждаем все внесенные изменения, и Ruleback, то есть мы откатываем их. И вся фишка транзакционной базы в том, что база сначала применяет запрос виртуально, то есть реально ничего в базе не изменяя. Ты можешь посмотреть, как запрос изменит базу, ничего при этом не сохраняя. Например, напишем запрос Insert Intaclients, Name Surname, Values, Иван Иванов. То есть добавляем в таблицу клиентов запись с именем Иван и фамилией Иванов. Запрос выполнен успешно, хорошо. Теперь, если сделаем селект из этой таблицы прямо тут же под своим запросом, он находит Иванова. Мы можем увидеть результат своего запроса. Но если открыть графический интерфейс программы, никакого Иванова мы там не найдем. И даже если мы откроем новую вкладку в SQL Developer или в какой-нибудь другой программе, через который вы подключаетесь к базе, и повторим там свой селект, Иванова там не будет. А это все потому, что мы не сделали commit и не применили изменения. Посмотрите на экран. Вот он наш запрос, который мы хотели сделать, Insert Intaclients. И после него мы отдельно прописываем commit. Мы можем добавить кучу данных, удалить пол таблицы, изменить миллион строк, но если мы закроем вкладку SQL Developer и не сделав commit, все эти изменения потеряются. Когда автор впервые столкнулась на работе от базы данных, она часто допускала такую ошибку. Поправлю-ка я данные на лету для проведения теста. А в системе ничего не меняется. Почему? Потому что commit сделать забыло. На самом деле это удобно, ведь если ты выполняешь сложную операцию, можно посмотреть на результат. Например, удаляем тестовые данные. Написали кучу условий из серии «Если имя тест» и «Фамилия тестовый». Ну, например, у нас такие тестовые пользователи были. Вот мы их удалили. Делаем Select Count, чтобы посмотреть количество записей в таблице, а там вместо миллиона строк осталось 100 тысяч. Если база реальная, то это очень подозрительно. Вряд ли там было столько тестовых записей. Проверяем свой запрос внимательно, а мы-то где-то там ошиблись. И вместо и написали или, или как-то еще. Да, ну, конечно, хорошо, что еще изменения применить не успели. Вместо commit делаем rollback. Тут возникает вопрос, а зачем вообще нужен rollback? Ведь без commit мы ничего не сохраняем. Можно просто не делать его и все. Но тогда транзакция будет висеть в непонятном статусе, потому что никто ее просто так, кроме тебя, не откатит. Ну, а чего будет-то, если не откатим? Мы своей транзакцией заблокировали данные, и их никто использовать не может. Все ждут завершения нашей транзакции. Плюс мы занимаем ресурсы базы – память и дисковое пространство. Обычно, конечно, в базе есть автоматические rollback'и, открытые транзакции, которые долго висит, но я бы на вашем месте не рисковал. Так что лучше сразу делай откат. Но также еще есть такая вещь, как сейвпойнты. Они используются уже реже, но нужно понимать, что это нам дает. А дает это нам такое промежуточное сохранение результата в середине транзакции. Например, если мы хотим в конце транзакции сделать rollback, но не всю транзакцию откатить, а только ее часть. Посмотрите, например, на экране. Делаем старт транзакшн, делаем какой-то инсерт, списываем 100 рублей наши. Потом делаем сейвпойнт и называем его before charging. Дальше делаем еще один инсерт, уже с зачислением 100 рублей на другой аккаунт. И делаем rollback, но не обычный, а rollback to before charging. Получается, мы списали деньги со счета 1, поставили сейвпойнт, потом зачислили деньги получателю и сделали роллбэк, но не всей транзакции, а только до нашего сейвпойнта. Так мы будем знать, что если первый запрос прошел успешно, то мы его уже не откатим. Прям слышу ваши мысли, что пример немного странный, и вопрос тогда, зачем тут делать транзакцию, если мы хотим с помощью транзакций именно пачками все делать? Наш принцип все или ничего? Зачем нам это разделение искусственное? Но ситуации бывают разные, и в транзакции бывает намного больше операций, чем две. Например, 3 из 5 операций выполнили, сделали сейвпойнт. В любом случае, знать об этой штуке будет вам точно не лишним. А еще у MySQL есть такая вещь, как отключение автокоммита. Помните, мы говорили про то, что при каждой операции изменения, Oracle автоматически открывает транзакцию, даже если мы не сделали это вручную. По факту, в других суббд, когда мы делаем запрос на изменения в базе, транзакция тоже на самом деле автоматически открывается. Но просто после успешного выполнения запроса она еще автоматически коммитится. То есть транзакция автоматически открывается и закрывается, просто мы этого не видим. Вот пример на экране. Делаем опять же наш insert в базу, списываем 100 рублей. И это никакая не транзакция, это одиночный запрос, но на самом деле под капотом это транзакция, которая автоматически открывается и автоматически коммитится. А вот в MySQL можно отключить этот режим, чтобы при каждой такой единичной операции транзакция, конечно, автоматически открывалась, но коммит или роллбэк нужно было сделать вручную, как в Орвеле. Для этого прописываем setAutoCommit равно 0. И все, автокоммит выключен. Посмотрите на экран. То есть прописываем setAutoCommit равно 0. Потом делаем наш insert. И изменения этим не применяются, пока мы не закоммитим, поэтому делаем коммит. Ну и если нужно обратно включить автокоммит, также его включаем. SetAutoCommit равно 1. Итак, что у нас в итоге? Транзакция — это набор операций по работе с базой данных, объединенных в одну атомарную пачку. Одной операции всегда соответствует одна транзакция, но в рамках одной транзакции можно совершить несколько операций. Например, можно сделать несколько разных инсертов, изменить данные, удалить данные и так далее. Чтобы отправить транзакцию к базе, нам нужно создать соединение к ней или переиспользовать уже существующее. Соединение, то есть connect — это просто труба, по которой отправляются запросы. У базы есть пул соединений — место, откуда можно взять любое соединение и использовать, и они там все свободные. В некоторых системах транзакцию нужно открывать, а в других она открывается сама, а вот закрыть ее нужно самостоятельно. И у нас есть два варианта — commit — это когда подтверждаем все внесенные изменения, и rollback — когда мы их откатываем. Делая commit, мы заканчиваем одну бизнес-операцию и возвращаем connect в пул без открытой транзакции. То есть просто освобождаем трубу для других. И не путаем соединение с базой, то есть connect и саму транзакцию. Connect — это просто труба. Операции, то есть update, delete — мы посылаем по трубе. Start транзакции и commit и rollback — это группировка операций в одну атомарную пачку. Ну, основную базу мы по транзакциям обсудили, но на самом деле там еще есть о чем говорить. И уровни изоляции, о которых я уже сказал, и MVCC, разные for share, for update, deadlock, блокировки — все это тоже важные темы. Если вам это интересно, то пишите в комменты, обязательно запишем. Материальчик уже имеется. Ну, а на этом все. Спасибо, что послушали эту статью. Надеюсь, вам как и мне было интересно. Если понравилось это видео, то поставьте ему лайк, ну и подпишись на канал, чтобы поддержать каналчик. Но если денежкой хочется поддержать, то это тоже возможно, либо переводом на U-Money, либо подписочкой на Boosty. И, конечно, будем рады тебя встретить в нашем Телеграме, в нашем ламповом сообществе. Там есть у нас разные статьи и переводы постов, которых нет на YouTube. И, конечно, к каждому ролику мы выпускаем аудиоверсию, чтобы можно было с выключенным экраном послушать статью. Едешь на работу или идешь на учебу, и можешь просто положить телефон в карман и послушать Лессонет. Ну все. Пока.